здравствуйте дорогие мои друзья на самом деле знаете большое горе когда в семье заводится колдун или колдуньи кажется да ну типа родственник колдун тем более какой-нибудь могущественный колдун значит ну как бы может помочь всей семьи найти не только себе наколдовать счастье но и всем остальным родня найти под как семье богатей значит может помочь родственникам хотя обычно богатеи бывают жадными и тоже эта помощь родственникам ну выходит боком но в принципе и колдовство точно также потому что в первую очередь колдун начинает забирать на себя вот эту силу рода для него все вот эти братья сестры даже вот своих партнеров ну как бы мужей жену в зависимости от пола часто как расходный материал забирает энергию пользуются им как аккумулятором и скидывает ну вот какие-то болезни какие-то из и поэтому часто у колдуний мужья очень быстро отправляются на тот свет смотришь один-второй третий четвертый там прямо чередой и чем дальше чем чем тем быстрее это происходит тем быстрее нам выпивает найти как пьяница поначалу тяжело выпить там стакан да вы привыкаете к водочке потом уже можете бутылку засадить запросто но в чем-то также тоже аппетит приходит во время еды поэтому беда если вы будете жить с колдуньей также она относится в принципе потребительские к своим детям она высасывает из них она и пользуется ими как как расходным материалом детьми племянниками своими сестер братьев они тоже не терпят они стараются как можно не ненавидит их стараются задушить потому что часто сила рода вот эти способности но это как куст получается найти то есть куст обрезаете к примеру но из помидоры если вы выращивали там надо пасынки так сказать большие эти обрезать иначе не будет плодов то есть вот это колдунья считает себя вот этим основным стволом и плоды хочет сожрать сама а пасынков она обрезать поэтому очень часто встречается но люди ко мне обращаются что у них родственник колдует и беда действительно друзья мои потому что эти колдуны упорные это не просто так вот если на вас наколдовали как бы кто-то заказал вы ну взяли скинули себя все живете дальше колдун уже больше к вам не это не прикасается а тут вы скидываете опять начинается скидывайте опять то есть происходит такая связка достаточно утомительная борьба что скидываешь потом блокируешь эту женщину эту мужчину как бы пытаешься отбить от колдуна но дело не простое часто тянется месяцами и даже годами но это тоже подталкивает вот этих людей что они говорят не это мы не хотим помирать мы не хотим быть пищей для нашего вот этого колдовского родственника но это если вы осознаете но больше всего знаете друзья мои жалко детей детей потому что вот эти колдуни и они вот превращаются вот в таких богомолях которые как бы сжирают своих мужей сжирают своих детей и до чего и дотянуться то есть вокруг них прямо возникает некое выжженное поле выжженная земля и родственники те которые не померли стараются вообще не общаться и ну держаться как можно можно дальше от этих ну интуитивно интуитивно многие понимают что соседи то есть это переключается на соседей к примеру по дому там по поселку если вы где-то живете тоже тоже факт такой черное колдовство и а счастье эти эти женщины эти мужчины колдуны на самом деле не получают да они могут выглядеть здоровей могут притянуть все материальные ресурсы но знаете вот как бы все что они вот эти изысканные напитки и кушанье превращаются в дерьмо потому что не приносят счастье колдовство вот это это что как бы вот эта власть что вы можете кого-то погубить кому-то отомстить тоже не приносит вам счастье да они мстят они губят но в первую очередь получается губит свою душу поэтому те кто родственники старайтесь повышать свое сознание и пытаться ну как бы быть быть на коне понимаю что тоже они не имеют на это право и сила рода может идти не только по одному вот этому стеблю по одному стволу но и по другим тоже вам и вашим детям ну нужно вот это вот энергия энергия рода энергии земли и никто не имеет ни права никакие колдуны забирать отнимать у вас ну а если надо учиться учиться скидывать себя оборонять дом свой близких своих детей чтобы некие паразиты даже из вашей семьи не могли питаться вашей вашей энергией вашим вашим счастьем и вашим здоровьем поэтому друзья мои занимайтесь становитесь хозяевами своего энергетического тела и своего пространства там где вы живете все пока